всех приветствую на канале в работе у нас iphone 7 с неисправной микросхемой памяти памяти в программаторе сейчас покажу что делать на тот случай если у нас память не читается то есть сама память неисправна в данном случае она дохлая и подготовил ту которую будем записывать сейчас перейдем к программе джейси я вам покажу что она не читает и как это можно обойти двух случаях у меня это прокатило то есть из тех аппаратов которые приходили два уже по такому методу сработали я думаю принципе у вас то же самое получится если долго помучится так запускаем джейси так чтобы вам и сам программатор был виден вставляем пока все как есть тут суть именно кнопок не этой информации которую он вычит это именно суть нажатия кнопок что от вас потребуется значит переходим к программатору закрываем в колодочку и ждем загрузку включаемся к девятому порту в моем случае а теперь обращаем внимание когда микросхема памяти неисправная он у нас вот это вот полосочки бегают 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 и в конце концов выдает что память он не видит если вы будете загружаться через режим purple mode то соответственно тоже самое вы вычитаете пустые данные серийников bluetooth вайфа и так далее ролик по сути полезный будет только мастерам клиентам он особо не нужен какова и сейчас проблема по неисправные микросхемы памяти маки купить можно но мак придет только вайфая bluetooth в нем в заказе не будет соответственно по правилу плюс один сейчас 90 процентов телефонов не сработают то есть он у вас просто повиснет на активации нот как видите ведь выдает что у нас ошибка загрузки будто то есть в самом найде слетают какая-то сектор загрузки что нужно сделать чтобы попытаться восстановить и вычитать эти данные чтобы записать в новую флешку по манипуляциям у меня предыдущий телефон был я на него часа два наверно убила может и больше но все-таки получилось с этим уже я думаю получится гораздо быстрее потому что я знаю алгоритм действий значит что делаем нажимаем на кнопку purple screen нажимаем вот эту 3.1 в момент когда он пытается перевести эту микросхему в режим purple screen мы нажимаем читать инфо вот и все и как видите информация вот она появилась нам останется только ее залить в микросхему памяти копите она заблокирована вот такой вот мини лайфхак я думаю возможно кому-то пригодится потому что маки добывать нереально да и какой смысл когда можно вычитать именно с рабочей флешки так далее что ставим новую память заведомо исправного телефона заблокированного снято вставляем программатор ждем когда он не определит в рабочей памяти кстати вот посмотрите сейчас он быстро загрузится вот все это рабочая память здесь выбираем цвет а сейчас он нам цвет не даст выбрать но чтобы вот это все не стерлась нажимаем записать на ошибку матюкается плюем на нее потом сами считываем еще раз здесь выбираем вот black записать и не забыть разблокировать вай-фай разблокировать читаем вай-фай разблокирован серийные номера вычитались ну и теперь можем приступать непосредственно к микросхеме памяти к установке и запайки в общем вот такой вот лайфхак возможно у кого-то будут проблемы почему вы сейчас скажете я не воспользовался программой gc-draft и не вычитал оттуда маки потому что gc-draft почему-то не работает на данный момент с программатором он его просто-напросто видит но не видит саму память заведомо рабочую память прошивку по технологии когда вы прошиваете телефон потом пытаетесь прочитать маки из этой памяти он не срабатывать причина с ним не не известно я производителю написал жду ответа возможно дадут ответы будем знать почему сейчас это не работает возможно это только у меня не работает меня писи и седьмой самый первый программатор который только вышел в gc то есть там уже и седьмых поколения много вышло поэтому прям сто процентов сказать я не могу то ли это в моем программа то ли программа то ли такая беда то ли это по всех программа то рак сейчас у них пока неизвестно упасу чуть-чуть подсушиваю чтобы поднять трафарет не нагревать его то есть два телефона уже по этому методу прокатила думаю это статистика какая-то все-таки раз на двух телефонах по такому принципу сработала так сейчас быстрее накатаем и прошьем аппарат так Понимаем, где у нас точка. Так, сюда вниз. Так, сильно не пинайте, максимально быстро хочу снять ролик. Суть ролика была какова, именно восстановление NANDO, если он у вас не читается программатором, сейчас просто быстренько продемонстрирую, что все это работает и он активируется. Поэтому максимально быстро все это делаем, реформим сейчас. Так, за половиной микроскопом, так, контролировать проще. 300 градусов. Так. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Так, отмывать буду потом, чтобы не затягивать время. Вставляем, пока она остывает в корпус. И прошиваемся. Если плата на iCloud, то, соответственно, запросит iCloud. Если не на iCloud, то пройдем активацию. Если неправильно считалось, что в принципе невероятно. Вот что точнее, не то, что невероятно, невозможно, раз он сочетался, значит он сочетался верно. Так, накидываем дисплей. И пошел. Телефон пришел, кстати, с ребутом на яблоки. То есть он ребутился. Телефончик ни разу не скрывался. Не рев. Все в оригинале, короче. Первый раз открыли мы дело. Так, включаем компутатору. Так, наверное, тритусом. Тритусом. 15.7 загружено. Пойдет. Тут быстрый режим, потому что потери данных уже обеспечены, так как их уже нет. Слышка другая. И в рекавери он не выходил. То есть при прошивке он не заходил в рекавери. У клиента, по-моему, если не ошибаюсь, iTunes выдал ошибку 21. Пойдет один. Пойдет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...